Четвертый том Добротолюбия Страница 19 Очерк жизни святого отца нашего Феодора Студита Не успел этот постно возвратиться к пославшему его, как к святому Феодору явился новый посланец от самого царя именем Анастасий Лютый и бессердечный, который своими руками избил святого, дав ему до ста ран Тоже сделал и ученику его Николая И заключил затем обоих в темное и тесное место Повелел крепко держать их во всякой нужде И удалился Приказ этот жестокий, исполняем был строго Темно, мрадно, сыро В малые окон собросали им по небольшому лампю хлеба Недостаточного и для одного И подавали кружку воды, иногда через день и более Как будто имелось в виду, в виду голодом уморить их Болезнь от раны, грубости от прислужников, увеличивали тесноту эту В такой нужде святой Феодор положил, воодушевляясь верой, питаться только причистым телом Господа от запасных даров, которые имел с собою Все же подаваемое отдавал ученику своему По довольном времени проезжал тем местом какой-то царский вельможа И узнав об участи преподобного с учеником Велел облегчить их страдания, давать побольше пищи и питья И обходиться с ними по милости Так прошло более трех лет Тут попало в руки царя одно из посланий святого Феодора В котором обличалось нечестие царя И давалось наставление крепко держаться православие И мужественно претерпевать за него гонения и муки А разозлился царь И послал какого-то зверонравного вельможу Показать преподобному послание, удостоверившись, что оно его избит его до последнего издыхания Преподобный признал послание своим И был избит безжалостно и оставлен еле дышащим Так же поступленный с учеником его Насытив свое злонравие, послание созвратился к пославшему А страдальцы, благодушно пострадав за истину, начали пищить друг о друге Святой Феодор не мог двигаться и лежал в вознеможении, еле дыша Ни пищи не принимая, ни питья Ученик был немного крепче и забыл о себе всю заботу, обратил на святого И питая, и напояя его ячменным отваром с какой-то травой Когда святой несколько оправился, тогда в свою очередь помогал и он ученику Особенно в уходе за ранами Они отсечали друг у друга раны И обрезывали висевшие клоки тела Омывали нагноение и намощали язвины, чем могли Так промутились они девяносто дней Еще не совсем поправились, как прибыло царя еще посланец Жестокий и бесцеловечный, с повелением от весть трастотерпцев мирно Это совершено под немилостивой стражею, лишениями, озлоблениями, нуждами и всяким изнеможением Только особенная помощь Божия дала страстотерпцам силу дойти до назначенного места Здесь они отданы были в руки епископу, человеку злому, зловерия наставнику И заключены в низкую, тесную и темную хижину, где претерпевали всякие лишения и нужды Немного спустя прибыло царя прежней немилостивой Анастасии И нанесший преподобному сто ран Опять отправился назад Преподобный же все это претерпевал благодушным, благодаря Богу С мирской области управлял тогда племянник и единомышленник царев Он заболел и приближался к смерти Некто из прислуживших ему правоверный Помянул ему о святом Феодоре, имеющем дар целить болезни Больной послал к преподобному с прошением молитву Преподобный исчисли все его зверства над православными, за которые не миновать ему вечных мук Предложил ему покаяться хоть под конец Ужаснулся воевода того, что его ожидало И обратился к преподобному, прося прощения И обещаясь принять православие, если получит исцеление Святой Феодор послал ему икону Пресвятой Богородицы Заповедуя ему чествовать ее до конца жизни своей Приняв икону, воевода точно почувствовал облегчение и стал оправляться Оздоровление его подходило уже к концу, как он опять отпал в прежнее зловерие Увлечен, будучи смирским епископом, еретиком Потом больной принял от этого епископа Ильей в благословение Но лишь только помазался им, как впал в прежнюю болезнь И злой изверг душу свою Более полутора года пострадал преподобный в смирне Еще бы страдал, но царя злочастивого убили А поступивший на место его Михаил Травлей или Валва Был равнодушен к вере и оставлял всякого веровать, как хочет При нем все изгнанные и заточенные в прежнее царство не получили свободу Пришло повеление отпустить и святого Феодора с учениками его В этих заточениях при льве Армянине пробыл святой Феодор около семи лет Да прежде при Константине за обличение его в неправости брака пять лет Собрались тогда к преподобному все бывшие в изгнании ученики его И он вместе с ними возвращение совершал в освоясь Всю до встречаемой радостно с любовью Ибо вся церковь радовалась о возвращении его Достигший до Халкидона виделся он со святым патриархом Никифором И утешились взаимно оба они, как страдальцы за единое правое дело веры С ними вместе доходили они до царя и убеждали его принять православие Но он сказал, иконам поклоняться не хочу И не хочу, чтобы они видны были в Константинополе Имейте их где хотите и чтите, как знаете Отсюда святой Феодор перешел с учениками своими крискентиевы места И там, поселившись, чаял наконец обрести покой Но по случаю восстания некоего Фомы, искавшего восхитить царский престол Должен был укрыться в Старьград на время, пока кончится мятеж Ибо навсегда не хотел жить в городе, исполненном неретического иконоборства По утешении же бури этой перешел он не в крискентиевы места, а в Акритов, Херонис В церкви святого Трифона, где и провел до конца жизнь свою в подвигах, окруженной учениками своими Наконец приспело время блаженной кончины его на 67 году от рождения Когда весть об этом распространилась, начали отовсюду стекать к преподобному Всякого чина и звания и ближние и дальние Все желали слышать слово И преподобник говорил, но от изнеможения так слабо, что и близ стоящие едва могли слышать Почему посадили скорописцев, чтобы не лишить назидания, не могших слышать слов святого Желающий может прочитать их в кодексе по учении преподобного Болезнь, впрочем, отлегла немного, и святой мог ходить, бывал в церкви И следующее воскресенье служил, сказал по учению братья, и за трапезой с ними был Также и наутрии 6 ноября на память святого Павла исповедника совершил божественную литургию И братью поучил, и на вечернем того же дня пение был Но, возвратясь в келье, опять слег и начал болеть Четыре дня проболел, а на пятый отошел к Господу, к неболезненной жизни Когда приближался час представления его Собрались к нему братья и плакали, как об отце и учителе своем Смотря на них прослезился немного и он и сказал Вот отцы и братья, приспел конец жизни моей Все мы должны испевать чашу сию, одни пораньше, другие попозже Но миновать ее никому нельзя Я отхожу путем, коим отошли отцы наши Отхожу туда, где жизнь вечная Где Бог и Господь наш, которого возлюбила душа моя Которого возжелало сердце мое Которому я рабом нарекся Хотя работы достоложной не совершил Вы же, братья и чадо любимые Прибудьте в словесах моих, которые я предал вам И держите веру, право и житие благочестное Вы знаете, что я не переставал возвещать вам Слово Божие из церкви и наедине Ну, я же усердно молю вас Имейте то в умах ваших и сохраняйте Печаль у меня лежит на сердце из-за вас Ибо предлежит мне слово воздать о вас Попекитесь же так отойти отсюда Чтобы не повинными предстать пред лице Господа Сказав это и простившись велелым ученикам своим Взять свечи, зажечь их и петь исходную песню Ученики, стоя вокруг, начали петь Блаженны непорочны И когда поя по ряду пропели Век не забуду оправданий твоих Ибо в них оживил меня Преподобный с этими словами Предал душу свою Восемьсот двадцать шестой год Соломство восемнадцать девяносто три Ее приняли ангелы Божии и понесли к престолу Божию Как не ложно засвидетельствовало всем Преподобный Иларион Далмадский, видевший то введение В этот день, одиннадцатого ноября, в памяти Туамины Ходя в уединенной вертограде, своему появ псалмы, услышал он Причудные некие гласы и обонял неизреченные благоухания Девясь, что бы такое было Возрел он на небо и увидел многое множество белористов С светлыми радостными лицами Сходящих с высоты с песнями Встретение некоего честному лицу Увидев это, блаженный в ужасе пал на землю И услышал, как кто-то проговорил Это душа Феодора, игумена Студийского За иконы до крови пострадавшего Сейчас скончавшегося Торжественно восходит горе Встретение же ей Нисходят небесные силы Это видение блаженный Варион Пересказал другому добродетельным отцам Другим Заметили день и час этого события И по времени узнали, что тогда именно Представился достохвальный Феодор Студийский Кончина святого Феодора сопровождалась Многими чудесами, которых Немало было от него, как прежде этой кончины Так и после От гроба и святых его мощей Святого отца нашего Феодора Студита Подвижнические монахам наставления Первое Бог для того ввел нас в мир, чтобы мы, благоугождая Ему добрыми делами, соделались наследниками Царствия Небесного Нам же монахам Он по введению в мир даровал и особенно великую благодать, состоящую в том, что избрал нас из среды всех, поставил перед лицом Своим на служение державе Его Смотря же теперь всякий тщательно, сообразно ли званием, коему призван ходит он И точно ли ни о чем другом не заботится, как только о том, чтобы угождать Богу Исполняя послушание, должны мы так действовать, как бы прямо от самого Бога получили на то повеление От здравствующих Бог требует посильного дела И будем делать, одного того всячески стараясь избегать, чтобы не окрадать самим себя тщательным тщеславием перед другими и самомнением перед собой, якобы делающие нечто великое У Господа готова всякому трудящемуся своя награда Трапеза радоваться будет с первомучеником Стефаном Хлебопех сам будет для Господа чистым хлебом Овощехранитель насладится благоплодиями рая Обитателем его удостоять быть И всякий другой, смотрящий за виноградником, древоделатель, доброписец, привратник и вообще, какое бы ни нес кто послушание, если несет его как работу для Господа, получит достойное воздаяние Господь все видит, ничто от него не укрывается и за все воздаст по-божески Третье Стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь Все вам любовь и добывает Каждодневно умирайте, чтобы жить вовеки Бегайте по мышлению злых, как самых дел Почитаем на горе чем многогрешением, смех блудодеянием, многоястие и насыщение, рабством похоти Горе мысли, долу очи Будьте чисты телом и душою Воодушевляйтесь благонадежием, ни к чему на земле не привязывайтесь Единого Бога бойтесь Если так будем вести себя, если так будем благонастроены То ликовствовать будем с ангелами и радоваться со всеми святыми вовеки Вторая глава Вы мудро поступили, богозванные мужи, что оставили мир их Богу, стремленными имеете очи сердца вашего Старайтесь жить Богу угодно и, живя так, не мудрствуйте о себе высокое Ни по духовным добродетелям, ни по телесным преимуществам, чтобы не услышать, что ты имеешь, чего бы не получил А если получил, что хвалишься, как будто не получил Первая користина 4.7 Кто много делает благодатью Христовую делает, прияв свыше от Бога силу не для себя, а для ближнего Все вы друг для друга послушники, друг другу помощники, как живые члены одного тела Если глаз не станет руководить руки, если одна рука не станет поддерживать другу, если нога не станет вступать так же, как этого требует благо всего тела Если вообще каждый член начнет действовать по своей воле, то они не только своей крепости не сохранят своей, но с расстроением себя самих расстроят и все тело Потому да радуется всяк, когда ему придется поболее потрудиться для других, терпя холод, дождь и жар Да плачет же и сокрушается сидящий без дела, как непотребный член В теле не для тела живущий и достойный одного остечения 3. Да не отечается слух ваш, слышав сие, напротив, вникните, какими малыми и сколь немногими трудами дано нам стяжать царствие небесное Мы не проливаем, как мученики, кровь Членов наших не отсекают, костей не сокрушают Но если мы прилагаем к своим легким и немногим трудам отречение от своей воли С желанием Богу угодить и братьям с любовью послужить То через это делаемся подобными многострадальным мученикам И даже самому Господу за нас распятие и смерть подъявшему Благодушествуйте же, трудясь Вас ждут венцы мученические Глава 3 Знаю я из святых отцов, наипаче же я от праведного старца моего, что дьявол никогда не спит и не послабляет себе в трудах о погублении душ наших Но всегда бодр и скор на посеяние плевел своих спящим человеком Бодрствуйте же и вы, богозваные чадо мои, трезвитесь, чтобы кто из вас не попал в сети дьявола Люблю я слышать о преуспеянии каждого из вас, утешаясь послушанием одного, смиренно мудрим другого, трудолюбием третьего Сына же прислушания ропотливого и горделивого, прознолюбца и недвигу, шепотника и говоруна, ненавидит душа моя Но кто я, говорящий так? Я пастырь ваш, хотя и недостойный, вы же овцы мои, за которых я отдам отчет Господу, верившему их мне Паститесь же все, паститесь добре, паститесь единодушно и совокупленно Никто не отставай Отставшего враг заведет в распутье и изгубит, как отставшую отцу похищает волк и уносит в лес или в горы Дело спасения нелегко, путь к нему многопалцепотен, утомителен, требует напряженного труда, бдения, довольства малым, малой пищей, малым отдыхом, плохой одеждой, наипаче же требует неимения своей воли С трудами каждого соразмеряет Господь и воздаяние, и на долю каждого из трудящихся отлагаются венцы каждодневно Службы церковной надлежит нам исполнять со всем благочинием и благоговением и теплосердечностью И ты, чадо мое, канонарх, совщик, как приставленный смотреть за этим первым и великим нашим делом, будь бдителен Буди, Клерошан, точно наблюдая времена, назначенные для всякого песнопения, и все другое исполняй, как тебе приказано Относительно псалмов и стихир, по чистой совести Кто способен петь, пусть поет, а кто более пригож к чтению, к чтению и представляй его Не неради и будь внимателен, и правильно распределяй каждому из братьев Что в один день читать кому, или петь, и что в другой Кому в простыни, и кому в праздники, судя по голосу, произношению и скорости чтения Чтобы и сторонние, если случаться, получали пользу Да будет у тебя все благообразно и по чину, чтобы удостоить все услыхать от Господа Добре, рабе, благие и верные, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю И быть в тенену на небесах в лик святых И ты, лампа, лампада-возжигатель, будь пристрашен и тщателен В исправлении данного тебе послушания Ибо оно от Бога и божественно В блюде освящения храма, как два свои ока Ибо оно перед лицем Бога совершается Если возжигающий свечи перед царем Бывает весь внимание, чтобы угодить перед очами его Не тем ли пачете вечи, ада мою Со страхом и любовью должно совершать Вожжение лампад Все царю Богу От всей твари дареносимому Равно как ощущать лампады, исправлять светильники И поддерживать соразмеренный свет И за чистотой церкви смотри Выметай ее по крайней мере два раза в неделю Смахивай пыль из икон, чтобы не портились И все прочее держи в порядке И убирай, всячески остерегаясь Как бы чего не повредить из церковного Пять Третий ты у меня на уме, чада больничниче Шествуй по заповеданному тебе Немалых венцов достоин ты в этом труднейшем Отдыха не знающим, ученическом Зато высокому высокого достойном воздаяния служения Не жди, не ищи покоя здесь, чтобы получить его там Если здесь добре потрудишься, то, несомненно, получишь успокоение там Одни считают, другие молятся, третий безмолвие водят Иное и иное, что похвальное делают Но и ты наравне с ними течешь Или даже упреждаешь их Как только обоняется, обходи одного за другим больных Узнавай положение болезни каждого И назначай, что кому потребно и полезно Если пребудешь в таких трудах, то венциносом войдешь в Царствие Небесное Вы же, чада мои болящие, с благодарностью принимайте все случающееся с вами Довольствие с тем, что вам дают Если же кроме того, чего пожелаете, то только помяните о том И что потом сделает для вас представленный к вам брат Будьте благодарны с любовью Не ропщите Довольно, что брат служит вам, как раб по любви к Богу И доставляет пригодное каждому по силе монастырских средств Если же не будете так себя держать То великих мук достойны будете Глава 4 Обозрим высоту небесную и глубину земную и естество наше Что мы, как человеки, умираем, переносимы, бывая, от серии в области Примирные за пределы мира сего Без всякого прикрытия предстанем мы тогда перед лицом праведного судьи Чтобы дать отчет о делах своих После чего примет нас или Царство Небесное Если мы добре действовали Или огонь неугасимый, если пребывали в грехах Будем же непрестанно возгревать ту ревность о богоугодной жизни Из какой вступили мы в обитель, припоминая, какие слова изрекали И какие обеты давали мы тогда И сознавая долг свой, всегда быть верными тому Ибо от словес этих и судимы будем Храните уста свои чистыми Всегда говоря одно Богу угодное Не лезьте, не допускайте, ни неправых у коризм И снова гнило да не исходит из уст ваших Те из вас, которые трудятся, руки мои суть Трудитесь же, руки мои, и не утомляйтесь, простираясь на должное Ибо мышца Господня укрепит вас Отче мои вы, которые приставили смотреть за другими Смотрите же право, предусматривая и предостерегая отпадения тех Которые могут подвергнуться ему Чтобы и вам самим соделаться достойными Презрения Божественного Имея я и ноги Ноги мои, стойте на правом пути заповедей Божиих Это те, кои мужественно и благодушно Носят тяготы прочих братьев Зато если пребудут в этом добром расположении Отнесены будут на вечное упокоение Этими словами я хочу опустившихся восставить Разленившихся возбудить к ревности И впадших в малодушие предать мужество Радуйтесь, утешайтесь, окрыляйтесь ревностью Ни от чего не отвращайтесь, ни от душевных, ни от телесных трудов Потому что и телесная наша, будучи посвящаема Богу, духовная есть К тому же, кто рачителен в телесном, тот рачителен бывает и в духовном Друг друга понуждайте и поощряйте И в молитвах, и в послушаниях, и в смирении Возбуждайте себя взаимно ко всякому добру Во всем поступая благопристойно и чинно Следуйте друг за другом и помогайте друг другу И будете таким образом чадо Христовы и члены Я так и верую, что глава наша Христос есть Его же, имея главою, кого вам бояться? И чего не получите вы с ним? Небо и земли владыками будете, и все обетованное наследуете И к тебе слово чадо мое повар Каждодневно борющийся в огне, колющий дрова, варящий яства, воду носящий, очищающий, омывающий овощи, коптящий лицо своей загрязняющей одежды, потеющий и жарящийся, усиливает всяческий успех Предложить братьям потребные яства Ты со святыми честь иметь будешь, и луна Авраама тепле упокоит тебя Только терпи, а терпи, в радости проводя день свой И столько будь усерден и рачителен о деле своем, чтоб послужение твое снилось тебе даже и во сне С самого утра, как огонь, устремляйся на послушание свое, и выйдешь победителем, добре исполнив дело свое Глава пятая Все ныне дни благи, время делания, лето взыскания Бога Не попустим же себе напрасно потратить не только лето, но и день Да будут у нас подвиг и старания о спасении, непрепобедимые, взаимное соревнование благое И ревность к подражанию добродетелям друг друга правая Если увидим в ком-либо выдающийся добродетель, тихость, например, благоговение, послушание, смирение или другое, что похвальное Да уязвляемся благим вожеланием быть ему в этом с поспешниками, с шестниками Отсюда породится между нами и союз мира, и любовное расположение К тому же, что противоположно этому, не будем научаться из соревнований И видя беспечного, не будем беспечничать Видя чревоугодливо, не будем чревоугодничать Видя многословивого, не будем многословничать Но как мудрые и Богом наученные сами по себе Все испытывая, доброго додержим Делимся за якорь веры нашей, подымем парус надежды И со всей ее энергией будем переплывать в великое море здешней жизни Ибо во время плавания этого неизбежно будут налегать на нас ветры, разумею восстания плоти Поднимать все треволнения плотских похотений Встречаются водовороты из глубины сердца возникающих порочных помышлений И другое многое Подобное тому, что случается при плавании морем Пираты, все злобные бесы, отмели ослепление от неведения Подводные камни, непредвидимые козни против души нашей Опасное наполнение трюма водой Не откровение грехов и греховных помыслов От коего гибнет душа, как гибнут плаватели, неродящие о наводнении трюма с сонными Погружаясь во глубину моря вместе с кораблем Мы же, честнейшие братья, будем оберегать себя от всего такого И бдительно шествовать путем Божиим Наиболее же будем открывать все, что бывает в сердце нашем Чтобы вода помыслов худых не переполнила душ наших И не объяла нас бездна последняя, по некоему слову пророческому Иона 2.6 На все стремительно готовые в братстве и по душевным подвигам и по телесным трудам Как звезда небесная светит и световодит многих Рачительный по делам благочестия, небо достойным нелицемерный Несмехотворный и молчаливый есть ангел На земле, как пред троном херувинским, служащий Богу и владыке твари Пользующийся своими добродетелями других и возбуждающий в них стремительность к духовному деланию Есть солнце лучезарное, злато блестящее и согревающее всю полноту братства А кто мрачен, темен и ночеобразен, который омрачает и сущих под ним и подобными себе их делает? Кто, если не тот, кто высокоумием, сластолюбием, смехотворством Ничего не деланием, срамными делами, наговорами, дерзостью И нечистой через сосложение с худыми помыслами Несистотой уподобляется с небес спадшему сатане Влиянию таковых не должны мы подчиняться Труд наш не долог, а воздаяние вечно Злострадание коротко, а радование присно Ягота привременно, а упокоение бесконечно Там будете вы веселиться, где всех веселящихся жилища Откуда от беже болезнь, печаль и воздыхание И где нет плача, а одна радость Так напрасно ли вы течете, су или трудитесь? Отнюдь нет Напротив, и разумные, и возвышенные, и дивные, и блаженные, и апостольские, и мученические, и отеческие И ангельские, и небесные, и богоприятные, и вышли вы из мира и пришли к нам И родились у нас рождением духовным, и возросли, и ввоинились, и вооружились оружиями духовными И поражаете амалекитов, амореевых анане с другими племенами страстей Вы оставили позади себя море мира через отречение от него Перешли иордан через просветительное и очистительное второе крещение Принятие схемы, ибо оно есть действенное покаяние И от сели начинаете вступать в часть наследия своего Землю, которую показали вам через обетование свое неложный Бог наш Землю, текущую медом и млеком бессмертия И пресно жизни Радуйтесь о всем, ликуйте и веселитесь в виде такой человеколюбия Божия Перед очами нашими жизнь, перед лицом радость У ног блаженства, приотворена дверь Так бегите, чтобы получить Кто при этом может стоять в нерешимости Кто не устремится и не станет стремиться Все с большей и большей ревностью Стараясь упредить других в получении предлежащих сокровищ Глава шестая Мужайтесь и стойки доблестно против обходов дьявольских Зная, что брань у нас не с плотью и кровью А с невидимым и горьким гонителем нашим сатановью И под ним сущими отступническими силами И так, если на кого нападет помысл похотный Да не метется он и не смущается Но молитва истинанием и слез излиянием Да обращает его вспять и отбивается от него Воспоминая огонь он и вечный И то, что ныне возгорающийся в теле нашем жжение Служит причиной вожжения и того вечного пламени И так, сколько бы раз в день не нападал такой помысл Истребляйте его в конец И не будет нам осуждения Если с похотью этой вместе совпадет и омрачение помыслов Чувствам тяготы подвижничества К горе возведи око сердца своего И рассеки эту сеть дьявола помышлением О возможности умереть каждый час Да крепится же всяк труждающийся Помышляя об упокоении в нескончаемой жизни Да осенит вас благодать Господа нашего И да дарует вам твердость претерпевать настоящие притрудности Подвязайтесь в борьбе и бое И всячески напрягайтесь совершить путь, не поскользнувшись Если же что будет такое, чему случится с вами А однако ж не желаю Поспешнее восставайте Посмотрите, каково видимое Небо высоко, как написано Земля же глубока И кто взойдет на него из низверженных в гриф В грех Потому возмерзите им Возненавидьте его, отвратитесь от него Емлетесь же за благое и делайте Богу любезное Субтитры создавал DimaTorzok